Сегодня у нас вторая лекция, ну, по счету третья, но технически вторая по системному программированию. Сегодня мы поговорим про процессы, про режимы их работы в Geospace, в Kernel Space, про то, как устроена память процесса, какие ресурсы процессу принадлежат, как он ими управляет, что с ними происходит во время того, как процессы рождаются, умирают, и как процесс обращается к ядру. Сначала небольшие новости. Во-первых, напоминаю вам, что уже во вторник будет дедлайн по первой домашке, включительно, во вторник еще можно без штрафа сдать, потом будут штрафы по одному баллу за день просрочки. Сдавать можно как лично, так и по почте, по телеграмму, как угодно, неважно. И второе, можно теперь заработать баллы на лекциях. Иногда на некоторых слайдах будут появляться вопросы, на которые вы можете отвечать прямо с места, и кто первый отвечает, получает 2 балла. Такой интерактивчик будет. Вопросов будет достаточно много, поэтому можно, в принципе, на целую домашку заработать, отвечая на вопросы. Так. Он прислал решение деблайн-деблайн? Я думаю, что зависит. Ну, если прислать просто main, который делает return 0, больше ничего, вот, тогда это не считается. Если прислали что-то вразумительное, то можно отсрочить, я думаю. Можно об этом вопрос? Аштег растет вниз, поэтому первый должен быть больше, по идее, если все оптимизации выключить. Но не обязательно всегда. Компилятор может оптимизировать так, что одно из переменных вообще пропадет. Может ее просто заинлайнить и все. Но если предположить, что все оптимизации выключены, и компилятор ничего не делает, кроме как в ассемблер транслирует, тогда, да, получается. Ну, мы сегодня, кстати, посмотрим пример очень похожий. Что мы в прошлый раз смотрели? Мы смотрели в прошлый раз ядро, в основном из каких подсистем оно состоит, кратко по всем пробежались. В основном мы подробно остановились на подсистеме времени, больше на ней останавливаться не будем. И посмотрели, как работают планировщики процессов в ядре. Вот. Сегодня мы будем говорить именно о самом процессе, а не о том, как они там планируются, о конкретном процессе. В ядре процесс представлен программой. Ну, процесс — это программа, но это не только программа. На самом деле программа — это лишь одна из частей процесса. Процесс состоит из множества частей. Среди них секция данных. Это, где процесс хранит свои глобальные переменные, статические переменные. Это секция куча, на которой мы аллоцируем память молоками. Это секция динамически загружаемой памяти. Это динамические библиотеки всякие. Это загрузка файлов в память процесса. И некоторые секции делятся между потоками. Например, текст, дата и куча делятся между потоками одного процесса. Но стэк у них не делится. Даже если у нас много потоков одного процесса, у них будет разный стэк. И на самом деле это не единственное, что они могут делить. Даже разные процессы могут делить одну и ту же секцию. Например, секцию текст. Она загружается в память ядром только один раз, когда мы программу запускаем. Например, библиотека LeapC, которой мы все пользуемся, когда на C пишем, а не только на C. Она загружается в память только один раз, и все процессы используют ее. Но помимо памяти у процесса есть еще другие ресурсы. Среди них это файловые дескрипторы. Это очередь сигналов, про которую часто забывают. И механизмы Interprocess Communication и PC. Процесс это механизм, при помощи которого ядро виртуализует для нас, как для программистов, как для пользователей, аппаратуру системы. А именно два типа виртуализации нам предоставляет процесс. Это виртуализация процессора и виртуализация памяти. Виртуализация процессора состоит в том, что для пользователя, для программиста создается иллюзия, будто бы процесс выполняется непрерывно, и других процессов в системе не существует, они его не прерывают. Мы как программисты, когда пишем код, об этом обычно не задумываемся. Все это за нас делает ядро. Виртуализация памяти состоит в том, что у процесса есть иллюзия, будто бы он владеет всей памятью системы. Он не думает о том, что какая-то память владеется другими процессами. Более того, можно аллоцировать больше памяти, чем есть в системе. Если мы не будем ее при этом использовать, то почему нет? Ядро нам даже это может разрешить. Ядро за нас будет свопать память на диск, даже если мы решим использовать больше памяти, чем оперативки есть. И еще виртуализация памяти состоит в том, что разные процессы могут иметь одни и те же адреса, но физически это будут разные адреса. Это называется виртуальная память. В ядре процесс, как мы уже смотрели в прошлый раз, представлен структурой TaskStruct. Мы к ней будем еще сегодня возвращаться. В ней идентификатор, код-выход, дестэк и все прочее. Это та структура, в которой хранится все, что связано в процессе в ядре. Она довольно здоровенная, весит больше килобайта. Но удивительно, все, что мы делаем с процессом, ядро делает через эту структуру. Все процессы в системе рождаются через форк. Это такой системный вызов, который создает копию процесса сейчас запущенного. Даже если мы хотим запустить другую программу, мы все равно должны скопировать текущую программу и заменить у нее код на код другой программы. Это называется функция экзек. Их довольно много, разных этих экзеков. Вот мы сделали форк, а процесс потомок потом может выполнять ту же самую программу или может выполнить другую через одну из этих экзек-функций. Я на них подробно не буду останавливаться, там проще ман прочитать. Но суть этих экзек-функций в том, что они берут ваш процесс и подменяют у него все секции памяти на другую программу. При этом сохраняются всякие файловые дескрипторы, локи и прочее. Просто программа начинает выполнять другой код. В конце концов, процесс потом рано или поздно вызовет экзит, явно или неявно, даже когда мы экзит не пишем, когда мы делаем return, ядро за нас делает экзит. В любом случае, жизнь процесса кончается экзитом. И родитель потом собирает статус завершения потомка через функцию wait. В общем-то, это весь жизненный цикл процесса, который мы видим как пользователи. Получается, ну вот кто-то мог заметить, что я сказал, что все процессы рождаются только через форк от какого-то своего родителя. Но получается, что должен быть тогда какой-то первичный процесс, от которого родились все, который появился просто так. Такой процесс есть во всех Unix-системах так или иначе. Я буду на сегодняшней лекции в основном сравнивать Linux и Mac, потому что у меня есть и то, и то, а FreeBSD я не ставил. В FreeBSD все равно почти то же самое, что Mac. Так вот, этот процесс на Mac называется LaunchD, на Linux он называется Init, их объединяет то, что у них P равен единице. Так можно его определить в таблице всех процессов в системе, которые я печатаю здесь с помощью команды PSAUX. Вот, и этот самый первый процесс, он объявлен в коде ядра, прям как статическая переменная, то есть он еще на этапе компиляции уже в ядре определяется и сразу же запускается. И от него уже все форкаются, все терминалы, которыми мы пользуемся. В терминале мы что-то пишем, он тоже делает форк, потом экзек. И у каждого процесса есть ссылка на своего родителя, это то, откуда мы можем узнать PID родителя, процесс Identifier, функции GetPayPID, которые, может, кто-то знает. И у каждого процесса есть ссылки на всех его детей. Получается, что в ядре все процессы состоят в таком огромном дереве, где указано, кто у кого родители, а кто у кого потомок. Ну и пока мы далеко не ушли от форка, давайте посмотрим простенький пример, что происходит, когда мы делаем форк. Каким образом он копирует программу? Он же не будет ее просто заново в функцию main запускать с теми же аргументами и все. Это работает несколько иначе. Во-первых, когда мы делаем форк, в ядре создается копия структуры TaskStruct, процессы, которые сейчас работают. Она копируется, подменяется новый PID, у нее ставится. Какие-то ресурсы копируются, чтобы они не делились между ними. И в юзер-спейс появляются два процесса. И функция форк, уникальная функция, возвращает свой результат сразу дважды в два процесса по-разному. Это происходит следующим образом. Так, стрелочка на самом деле тут. Вот. В первых же строчках я вызвал форк. Все, что работает дальше, работает сразу в двух процессах. Один и тот же код. Но с одной только разницей, что форк в потомке вернет ноль. Поэтому эта переменная будет нулевой. И ификом можно так определить, что мы сейчас выполняемся в процессе потомки. Если это не ноль, то это будет процесс родителей. И таким образом можно разделить, что они будут дальше делать. Ребенок может сделать экзек, а родитель может его подождать. Почему именно такие значения выбраны, что в родителе форк возвращает не ноль, он возвращает пид потомка, а в потомке он возвращает ноль. Дело в том, что в родителе у нас нет способа никакого, ни одного системного вызова нет, чтобы узнать пиды наших потомков. А пид может быть нужен, чтобы послать, например, kill, чтобы соответствие статусу какой-то сделать. В общем, пид бывает нужен, и нет никаких способов его получить, кроме как сохранить результат форка. В ребенке, наоборот, нет смысла сохранять результат форка, наш собственный пид, потому что мы можем его получить через функцию getPid. Поэтому такие значения, что в ребенке форк возвращает ноль, а в родителе он возвращает пид ребенка. Ну и здесь я делаю какие-то действия, потом их что-то печатает, родитель завершается с кодом 100, к примеру, неважно с каким. Родитель его дожидается, печатает, что вернулось, и получает его код возврата 100. Каким образом он получает код его возврата? Функция wait возвращает пид завершившегося процесса, но в out параметре, вот здесь вот в stat, она принимает переменную, в которой она сохранит статус завершения потомка. Но это не то, что мы в ретурне написали или в экзите, когда завершали потомка. Это сложная маска разных флажков, значений, которые можно определить, был потомок убит сигналом, или он был остановлен дебаггером, или п-трейсером, который системные вызовы смотрит, или он сделал нормальный экзит. В зависимости от этого можно получить конкретный код сигнала, код возврата, который вот ретурн был. Здесь я через в экзит статус получил то, что вернул ретурн. Если бы я сделал не ретурн, а, не знаю, меня бы убил сигнал, тогда этот макрос вернул бы ничего. Ну, мусор какой-то вернул бы. Вот. Что же получается? Что когда мы делаем форк, создается полная копия процесса. Но как бы долго тогда работал форк, если бы у нас процесс перед тем, как делать форк, налоцировал гигабайты памяти. Например, Тарантул, он работает на серверах, где там оперативной памяти может по 60 гигабайт быть, по 100. Если бы он копировал всю эту память на каждый форк, то работало бы все ужасно медленно. Каким образом тогда происходит... Вот результат вывода. Каким образом тогда происходит копирование такой быстрый форк, он на самом деле почти мгновенно отрабатывает, независимо от того, сколько у нас там памяти. Это первый вопрос. Кто отвечает, получает 2 балла. Какие-нибудь предположения? Штрафов не будет. Слышишь, новоцированная память после указательства? Ну, тогда, если потомок в этой памяти что-то поменяет, оно в родителе отразится, этого не происходит почему-то. Очень любимый вопрос на собеседованиях, эта штука. Не, заранее нельзя определить. Даже если заранее, я могу взять и, не знаю, всю эту память потом в потомке и в родителе использовать, и все равно мгновенно все отработает. Потом чуть-чуть начнет тормаживать какое-то время, но потом все выровняется. Еще 10 секунд. Копия, ну, в общем, да, копия он райд. Потом в перерыве подойдите ко мне и скажите фамилию, чтобы было дать. В общем, на самом деле, это немного по-другому называется, копия он райд, но смысл именно такой, да. Все страницы памяти, все страницы оперативной памяти, когда происходит форк, ядро прямо на процессоре, помечает специальным флажком, который говорит процессору, если кто-то в эту память попробует писать, вызови прерывание, я его обработаю и что-то с ним сделаю. Выставить флажки у целых страниц памяти, которые могут там занимать килобайты, мегабайты, гораздо быстрее, чем все копировать. Тем более, что копировать, может быть, и не придется. Может быть, потомок сразу экзек ве сделает, и тогда он даже не будет пользоваться памятью, которая ему досталась. Этот копия он райд вовсе не пригодится. Работает это вот так вот на примере обычной переменной. Она принадлежит какой-то странице, допустим, она была в родителе, мы сделали форк, и потом я решил в нее записать число 200. Этот 200 пролетит на процессор, как райд. Процессор увидит, что там стоит флажок, вызовет прерывание. В ядре вызовется обычная сишная функция обработчик. Там сначала ассемблер вызовется, который потом вызовет сишную функцию, который увидит, что эта память используется одним процессом, а пишет в нее другой процесс, и он сделает copy and write на нее. И получится, что у них в этот момент страница скопируется. Пока никто из них в эту память не пишет, страница будет оставаться одной. Память будет делиться между процессами. Ну и посмотрим на примере, как это работает на той же самой программе. Я лоцирую память, заполненную нулями. Так работает функция call log. Потом я делаю форк. И в потомке эту память меняю. Я просто единичками ее засетываю, и все. И потом я печатаю, что получилось на родителе. Вот memory values, там печатаю просто первый байт, который должен был бы стать единичкой, если бы память была одинаковой. Но в родителе на самом деле ничего не поменялось. Это видно в выводе. Вот ребенок засетал память единицами, вот родители ее распечатали, а там все еще нули. И так сработал copy and write. Зачем нужна функция wait? Почему я ее зову? Передаю туда какой-то стат и его просто принтую. А если я не хочу принтать, можно мне тогда wait не звать? Зачем мне дожидаться завершения потомка? Может я процесса демона хочу создать? Я форкаюсь, родитель завершается, а ребенок там дальше работает, обслуживает что-то в фоне. Возьмите тач что-нибудь сделать. Возьмите тач. Возьмите процессы демона, они же забивают память? Ну не совсем. Ну тут да, тут дело немножко в забивании памяти, немножко в том, что... В забивании ресурсов, короче говоря, но это вопрос не на 2 балла, кстати, был. Это просто так. Когда будет вопрос на 2 балла, следующий там будет лампочка появляться. Так, ну в общем, wait нужен за тем, чтобы удалить остатки дочернего процесса. Дело в том, что когда процесс делает exit и завершается, он не удаляется до конца. Структура task struct, она остается висеть в ядре. Она висит в этом гигантском дереве процессов, там есть еще список всех процессов в ядре. Она там тоже остается висеть. И что самое важное, она занимает PID. Пока она занимает этот PID, его не может занять другой процесс. Если у нас накопится 32 тысячи таких процессов, а лимит иногда 32 тысячи процессов бывает, у нас ни одного нового процесса не стартанет. Есть такая штука, форк-бомба. Так и работает. Процессы новые не могут запускаться. Но в общем, суть в том, что такой процесс остается висеть в каком-то ущербном состоянии. У него даже файлы все закрыты, память освобождена. Только структурка эта висит и PID занимает. И хранит там exit status, который она ждет, что родитель его заберет. Такие процессы называются зомби-процессами. Буквально такой термин. И уэйд он служит для того, чтобы добить потомка, забрать у него exit status, использовать его как-то или не использовать, неважно. Ну, можно вот написать такую простую программку, которая ненадолго создаст процесс зомби, потом его кильнет. Процесс зомби появляется, как только ему сделали exit, а родитель еще не завершился, но и не сделал wait. И здесь, запустив такую программку, можно на 15 секунд получить зомби-процесс. И он у вас в таблице процессов будет отображаться вот с такой буковкой Z. Есть ли какой-то способ борьбы с зомби-процессами? Иначе можно было бы просто случайно по какой-то программной ошибке засорить свою систему и пришлось бы рестартовать. Умеет ли как-то ядро разруливать эти зомби-процессы? На самом деле оно умеет, правда не идеально. На маке точно я знаю, что лагает. Можно создать процесс так, что он останется зомби навсегда. Но в лучшем случае, если процесс умер и видит, что его родитель уже тоже умер, тогда его усыновляет самый первый процесс init или launch-d на маке. Тот, который с пидом единицы. И в ядре он либо сразу на него wait сделает и завершится дочерний процесс, либо в каких-то системах, я не знаю, в каких есть такая штука, что этот init периодически выходит на жатву и собирает всех зомбарей, освобождает у них все ресурсы. Некоторые мгновенно освобождают. Там есть способ мгновенно это определить, чтобы какой-то процесс завершился. Вот. Мы быстро пробежались по жизненному циклу процессов. Получается, что все процессы рождаются в fork, начиная с самого первого предка init. Fork включает copy-on-write, чтобы можно было делать его быстро и иногда вообще ничего не копировать. Родитель собирает статусы завершения функции wait. То есть, демона будет как раз-то первый процесс создать тогда? То есть, мы можем создать? Демоны немножко по-другому создаются. Мы посмотрим, как их создавать на одну из лекций. Там есть fork, да, понятное дело, но там надо отцепиться от родителей и при этом не дать init у себя кельнуть. Ну, короче, посмотрим. От этого еще дойдем. Дальше мы посмотрим ресурсы процесса. Это память, файловые дескрипторы и EPC. По EPC у нас будет отдельная лекция, мы лишь кратко по ним пробежимся сегодня. В основном мы будем смотреть на память и на файловые дескрипторы. Память процесса, как я уже говорил, устроена из множества секций. В общем-то, их список исчерпывается вот этими по большей части. На разных архитектурах, разные компиляторы могут их еще делить на подсекции, но в целом это все, какие есть на всех системах так или иначе. Возможно, с другими названиями, там на маке особенно, отличаются названия с линуксом. И они устроены в следующем порядке, начиная с самого младшего адреса до самого старшего адреса идет секция текст, это где лежит код программы, машинные инструкции, прям. Дальше идет секция дата, это глобальные переменные, которые мы в программе объявляем, которые видны из всех функций. Еще это статические переменные, короче, это то, что не на стеке и не на куче, и можно использовать так или иначе отовсюду. Это инициализированные переменные, есть еще секция bss, там тоже самые глобальные статические переменные, но которые не инициализированные. Дальше посмотрим, почему такое разделение. Следующая секция это куча. Это секция для динамической локации памяти, не на стеке, для долгоживущих каких-то объектов. И стек это наоборот для короткоживущих объектов, для аргументов функций, для локальных переменных функций. И он растет вниз. То есть все вот эти секции, вот эти секции вообще не растут, вот это растет вверх, а вот это растет вниз. И есть еще секция аргументов командной строки и переменных окружений. Она тоже не растет. Она заполняется, когда процесс стартует. Пробежимся по всем секциям по порядку. Первая секция, начнем с снизу, с нулевых адресов. Первая секция это текст. Там лежат машинные инструкции. Машинный код это такой язык программирования, на самом деле, как ни странно, просто он состоит только из чисел и все. Побайтово на нем надо писать код. И он максимально приближен к ассемблеру. И он зависит от архитектуры, поэтому о нем так сложно писать. Еще потому, что машинных инструкций у процессора обычно несколько тысяч, их все запомнить довольно сложно, особенно учитывая, что все они вида типа прибавить бит к биту, запомнить результат в два таких-то бита, сложить по бит вот такие-то числа, какие-то логические операции, джампы и бесконечные вариации этих операций. Так накапливается тысячи этих самых операций. И в итоге на самом деле можно писать на машинном коде, если очень сильно заморочиться, но лучше доверить это дело компилятору. Мы сегодня немножко увидим машинный код. Следующая секция это даты ИБСС, как я говорил, и то, и другое. Это будет последовательность 16-ти речных цифр, да? Ну да, но мы не будем их прям читать, просто на них глянем. Но там есть такая программка, которая в Линуксе она точно есть, на Маке ее надо ставить, она немножко декодирует некоторые вещи из этого машинного кода, так что можно их прочитать глазами. секции даты и секции ИБСС. Та и другая хранят глобальные переменные, отличаются они только тем, что дата хранит инициализированные переменные, которые на этапе компиляции известно, чем заполнить, а секции ИБСС те, которые неизвестно, чем заполнить. Почему такая штука происходит? Потому что когда память непонятно, чем заполнять, ее надо заполнить нулями. Дело в том, что если ее не заполнить нулями при старте процесса и загрузка всего в оперативную память, то может случиться так, что вот этой памятью виртуальной физически будет память предыдущего процесса, который только что работал. И просто прочитав неинициализированную переменную, можно будет узнать, что делал предыдущий процесс тут. Чтобы этого не происходило, ядро такую память зануляет, а дату оно не зануляет. Это на самом деле кажется как будто бы такая незначительная экономия, но на самом деле экономия значительная, потому что зануление в сети MEMSET 0 и зануление даже на уровне ядра это не так, ну это быстро, но это вредительство кэшам. Если у нас процесс какой-то только что работал, заполнил какие-то кэши, сохранил там какие-то свои вычисления, мы взяли и стартанули новый процесс, который заполнил все эти кэши нулями, это будет не очень прикольно, следующий процесс будет их заново заполнять, поэтому занулений ядро старается делать как можно меньше. Так, следующая секция это куча, ну самые знакомые на всем функции, с которыми мы можем работать с кучей, это free malog, и вероятно функция, которую никто из вас не знает, это такая функция BRK, это древняя-древняя функция, которая появилась еще до mmap, она расшифровывается как break, и она двигает кучу вверх, увеличивает ее размер, вверх кучи он называется программ break, поэтому и функция называется break, BRK, она принимает на какой новый адрес надо кучу двигать, мы сами этого никогда не делаем, это за нас делает аллокатор, молок, когда он видит, что ему памяти существующей не хватает, он расширяет кучу и на ней, из нее нам память раздает, что значит раздает, когда мы делаем молок, например, 15 байт, понятно, что он не будет нам ровно по 15 байт выдавать, молок внутри, все, что мы ему передаем, округляет до обычно до степеней двойки, то есть как минимум до 16 байт, во-первых, во-вторых, всю кучу он размечает на вот такие вот чанки, это называется слабо локатор, когда мы берем огромную кучу памяти монолитную, делим ее на кусочки поменьше, эти кусочки поменьше делим еще на кусочки поменьше и вот так вот раздаем такими кусками эту память и все это нужно за тем, чтобы бороться с фрагментацией, куча, она в отличие от стека не очищается каждый раз, когда мы зовем ретурн и более того, вообще память кучи вернуть ядру нельзя, то есть БРК, даже если мы сдвинем вниз, то ядру эта память не вернется. Короче, куча это такая память не очень удобная для больших локаций и для управления фрагментацией. Если мы будем раздавать память просто бездумно подряд, а потом будем делать фри рандомно, рано или поздно память будет очень дырявая, будет много свободной памяти, но ни один большой кусок монолитный мы выделить не сможем. И в частности, поэтому реализация молока, если на нее взглянуть в липси, она старается на куче аллоцировать куски памяти не больше 32 мегабайт на 32-битной архитектуре и не больше 64 мегабайт на 64-битной архитектуре. Считается, что этого хватает более-менее, чтобы бороться с фрагментацией. Но там на самом деле не ровно такие треш-холды, там есть некоторые евристики, она какую-то статистику запоминает, какую память лучше аллоцировать на куче, а какую нет. Может появиться вопрос о где-то до аллоцировать память, если не на куче. Вот захотел я сделать молок 1 гигабайт, а потом его самостоятельно разметить своим слабоаллокатором, который, например, лучше, чем молок. А есть такие аллокаторы. Лепси – это не самая лучшая библиотека на свете. Есть такая библиотека GE-молок, которая подменяет символ молока и реализует его по-своему. И она вроде как ускоряет молок на порядок, что ли. Короче говоря, может появиться необходимость избавиться от молока и собственный слабоаллокатор сделать, как мы в Тарантуле в итоге сделали. Это делается через функцию MMAP. Она позволяет аллоцировать кучки гораздо большего размера, чем молок, и более того, она позволяет не подгружать их в процесс сразу. Это как раз та функция, при помощи которой мы можем выделить памяти больше, чем есть в системе, но при этом она не будет сразу же загружаться. Можно сделать MMAP 100 гигабайта, она отработает мгновенно, но как только мы попытаемся что-то туда записать, прочитать, тогда память загрузится. Причем не вся, а постранично она будет загружаться. В этом прелесть MMAP. И это все попадает в специальную секцию, которая расположена между стеком и хипом. Обычно ее не особо выделяют, считают частью хипа, но в некоторой литературе можно встретить такую секцию. Названия везде разные. Здесь в лекции я буду использовать название секции MMAP. Туда попадают большие молоки, все MMAPы, независимо от того, какой MMAP, можно и MAP 100 байт сделать. MMAP это системный вызов, у нас уже, у нас нет молока, который за нас решит, что для нас лучше. Поэтому с MMAPом надо осторожно. И туда же попадают динамические библиотеки, которые туда загружают линкер, когда мы, например, какую-нибудь сошку в сошку в линуксе загружаем к уже запущенному процессу через функцию DL Open или на маке библиотеку DLib расширение такого файлов. Это все тоже в ту секцию попадает. И как эти секции выглядят в ядре? У процесса есть такая структура MMструкт и там все, что связано с памятью процесса написано. На самом деле не очень большая и все существенные атрибуты, которые там есть, я сюда вынес. У нее есть размер виртуальной памяти процесса полный, у нее список всех сегментов, которые мы только что смотрели, вот все эти дата, тексты и прочее, они здесь одним списком идут. И здесь адреса каждой секции начальной и конечной. Те самые stack, env, вместо hips здесь brk написано, data, вместо текста здесь написано код, но терминология немного отличается. И каждая VMarea struct, ее иногда сокращают до vma и используют в литературе даже в отрыве от ядра в virtual memory area она еще проще, там просто адрес начала и конца секции и соседние сегменты. И на что эта память мапится? Это может быть память файла загруженная в процесс, это может быть анонимная память, например, гигантский молок. А в случае файла это может быть как раз какая-нибудь сошка, мы потом посмотрим пример, чему VM-файл и может быть равен, что будет, если VM-файл вообще нет. и здесь флажки, по которым можно определить роль сегмента. Флажков на самом деле очень много, здесь четыре основных, на разных секциях можно делать разные операции, read, write, exec, и секция может быть разделяемой между процессами или потоками, может не быть разделяемой. Очевидно, что на секцию текст, например, write сделать нельзя, мы не можем переписывать собственный код во время выполнения, он уже загружен, как бы выполняется. В такой секции будут, например, права read, exec, и shared не будет, shared появляется только если есть write. Read у нас объявляется, если сегмент отвечает за глобальные переменные, всякие, неконстантные, а shared, если мы явно объявили область памяти как writable и shared. посмотрим на примере дальше. Вот. Посмотрим, как устроена секция текст. Для этого напишем такую программу, которая создает кучу глобальных, локальных переменных, присваивает всякие константы, большие, константы маленькие, типа обычных чисел однобайтовых. Вот. И посмотрим, какие секции у нее появятся. Некоторые секции могут появиться, некоторые секции появляются еще до того, как процесс запускается. Понятно, что глобальные переменные, например, можно в нужную секцию скомпоновать уже до запуска процесса, а потом при запуске просто скопировать куда надо и все. Или секция текст. Такие секции, которые известны до запуска процесса, содержатся в объектных файлах, которые мы можем собрать командой gcc-c, указав исходник, который мы хотим собрать. И в минус о я указал имя файла obj.o и командой objdump можно распечатать содержимое объектного файла в относительно читаемом виде. Это команда на Linux будет objdump, на Mac будет команда g objdump. Она по умолчанию не стоит, мне надо устанавливать отдельно. Я распечатаю здесь вывод этих команд, этой команды на Mac и на Linux сейчас не надо это читать, просто обратите внимание, что на Mac секций больше, и они немножко другие. На Linux там есть секция текст, и еще парочка секций, которые я вырезал, потому что потом будет вопрос. А на Mac появляется секция c-string, секция data отвечает за секцию на самом деле bss, появляется секция const. Короче, на Mac архитектура немного другая, как ядра, так и аппаратуры, во всяком случае на моем, и поэтому там все немножко по-другому устроено, мы не будем углубляться здесь в Mac, будем смотреть конкретно Linux. Вот я немножко уменьшил вывод того, что там вытащилось, до самого интересного. Я удалил эти все 16-ричные числа, оставил только то, что нам objdump смог декодировать в какие-то символы читаемые. Здесь можно распознать некоторые строки константные, которые я в программе дописал. Это вот видно там const.char.str4, const.char.str5, вот эти вот две штуки, они попали в секцию текст, и все, остальные str, str2 и str3 в секцию текст почему-то не попали. Еще в секцию текст попали всякие простенькие аргументы, однобайтовые, типа 3x, вот можно их там увидеть в коде ассемблера. Машину в коде я не смог тут искать эти x, и эти степени двоек, поэтому иногда ассемблер помогает немножко распознать, что там происходит. То есть в секцию текст попало практически все, что здесь есть, кроме str, str2 и str3. Вот эти строки, почему-то они в секцию текст не попали. Хотя вроде бы они константы, почему вообще str4 и str5 попали в текст, хотя они константы, должны были бы, наверное, в дату или в бсс попасть. Если не попали, что, с str3 и str4? str, str2 и str3 не попали в секцию текст, в секцию кода машинного, а str4 и str5 попали почему-то. Объемы? Нет, здесь ни при чем объем. А они ушли в дату. Хм, да, правильно. Потом подойдите в перерыве за баллами. Да, str2 и str2 ушли в дату из-за особенностей языка C в том числе, но не только. Особенности языка C следующие. Есть три способа объявить массив чаров. Первый, это const char звездочка S равно константная строка. Что произойдет, если объявить такой массив? На самом деле это будет не массив, это будет указатель на const char звездочка S отдельно и константная строка ABC отдельно. Таким образом, переменную S мы можем менять, можем в нее другую константную строку присвоить, можем в нее записать null, но при этом саму константную строку, вот этого ABC мы менять не можем. Поэтому строка ABC попадет в дату. А переменная S, она просто на стеке появится как указатель самый обычный. Если объявить массив чаров с квадратными скобочками, то это будет не указатель, а это будет буквально массив. Это будет такая переменная, которую будет нельзя менять ни содержимое, ни саму переменную в null, например, засетать. Даже этому const char S с квадратным скобочкой нельзя будет другую квадратную скобочку присвоить. Вообще ничего нельзя будет сделать. И такая штука попадет в дату как глобальная переменная буквально. Хотя не всегда. Короче, эта штука может попасть в текст, а может попасть в глобальные переменные. Тут уже неоднозначно. И третий способ, когда мы просто объявляем массив чаров, даже не константный, здесь можно менять содержимое. Хотя мы вроде бы присваиваем ABC, но на самом деле этот ABC это будет не глобальная константная строка. А это буквально будет просто массив из ABC, которые можно менять после запуска программы. Это как массив int-ов инициализировать. int там, а квадратной скобки равно 1, 2, 3, его потом менять можно будет. Точно так же и с чарами. Ничего необычного. Единственное, что нельзя будет сделать, это точно так же нельзя будет эту S в что-то другое присваивать. Квадратные скобочки вот так работают. Потому что они не отделяют указатель на данные и сами данные. Такое объявление. Окей, но это не объясняет, почему STR4 и STR5 попали в текст. Нет, почему STR4 и STR2 не попали в одну и ту же секцию. Они же объявлены одинаково. Давайте посмотрим. STR4 объявлены, как const char квадратные скобки, STR2 как const char квадратные скобки. Ну да. Вы тоже подойдите за баллой потом. В общем-то так и есть. Все очень просто. STR2 глобальная, поэтому она попадает в дату, а STR4 нет. Поэтому она прямо на стеке здесь появится и когда функция вернется, она удалится. Она не будет нигде храниться вечно. Поэтому она попадает в текст. Следующая секция, которую мы посмотрим, это стек. Она отличается от остальных главным образом тем, что она растет наоборот. Когда мы увеличиваем стек, он растет в сторону нулей, в сторону нулевых адресов. И все знают, что такое стек, да? Не нужно объяснять. Что такое структура данных стека, а не в смысле в компьютере. Типа лифомы, что последнее, что мы на стек положили, мы первым оттуда снимаем. Когда мы делаем колл, на стек пушуются аргументы функции, локальные переменные. Там сразу под них выделяется куча памяти. Даже если вы их по функции разбросаете, они все равно все в начало передвинутся. В каком-то стандарте C89, по-моему, было обязательно все переменные функции, какие только там есть, объявлять в начале функции. Нельзя было, например, в форе объявить счетчик или просто раскидать как угодно объявление. Все у нас было в начале объявления. На самом деле, потом это потом разрешили, но все равно оно работает так. Все переменные двигаются в начало и выделяется куча мест, которые потом используются для этих переменных. А на ретурн все это выкидывается, но память не возвращается, она потом переиспользуется для следующих коллов, для следующих и так далее. По необходимости стек вырастает, если коллов стало слишком много вложенных. Посмотрим, как это работает. Есть точно такая же программа, только теперь мы ее собираем в исполняемый файл. Все это время просто с объектным работали, даже не запускали его. А теперь время запустить. Это делается командой GCC, которая передается один или несколько объектных файлов, которые собираются в один исполняемый файл. Это файл точно такого же формата, как и объектный, только его можно исполнять. У него там право такой есть флажок. Я его запускаю и получаю следующий результат. Вот функция main запустилась, и она напечатала вершину своего стека, на которой лежит переменная a. Она кончается на a на 1, a, a, 8. И я вызвал функцию testStack. Первый раз она напечатала вершину своего стека, где положилась еще одна переменная a. Имя такое же, но это другая переменная, другая память, и там стек расширился минимум на 4 байта. И мы видим, что в testStack вершина стека уже стала меньше, то есть стек вырос вниз. Получается, чем больше мы вызываем функции, тем дальше стек растет вниз. И что самое прикольное, и это даже работает и на маке, на линуксе стек переиспользуется. Если я два раза вызову эту функцию, и здесь будет неинициализированная переменная, и я ее буду печатать, первый раз там напечатается мусор, а второй раз то, что я здесь присвоил. То есть здесь ячейка на стеке выделилась, здесь я в нее присвоил десятку, вернулся, память, ну стек, он как бы сдвинулся, но память стека осталась, я потом второй раз ту же функцию вызвал, переменная a легла на ту же самую ячейку, где она была в прошлый раз, и опять легла на свою десятку, который предыдущий вызов засетал. Такая прикольная штука получается. На маке у меня получилось только ноль первый раз печатать. Видимо, он зануляет, когда стек лоцирует первый раз, а на линуксе там всякий бред выводится, какие-то случайные числа первый раз, а потом все равно десятка, второй раз всегда. такая прикольная штука со стеком. Посмотреть, ну хотелось бы, наверное, посмотреть как-то эти секции, помимо тех, что мы в объектных файлах видели, куча стек, мы же их не можем в объектном файле посмотреть, можем только косвенно понять, что там будет по секции текст, и как это сделать уже запущенного процесса. Распечатать содержимое мы можем, но это сложно, долго мы тут не будем отсмотреть, но нам здесь больше интересно распечатать сколько этих секций, по каким они адресам, а там уже не проблема из них что-то достать. И это можно сделать при помощи виртуальной псевдофайла системы Proz, которая есть на линуксе, на маке ее нет. На маке все, что есть в Proz, это делается с какими-то отдельными утилитками, которые надо ставить через brew, не через brew. Мак это же микроядро, поэтому он как бы старается как можно меньше в свое ядро запихивать, а вот в линуксе эта штука есть прямо в ядре. Это такая штука, которая есть, такая папочка, которая есть у вас в корне у любой операционной системы на ядре линукс, и эта папка на самом деле не настоящая. Это интерфейс, который в ядре притворяется файловой системой, но на самом деле это не так. Когда мы что-то читаем из Proz, это опускается до уровня файловой системы, а там это реализовано не как файлы, а как обращение к разным внутриядерным структурам. Когда мы работаем, например, с папкой Proz и номер PID какого-нибудь процесса, мы работаем с структ, таск структом на самом деле. Мы можем через вот эту директорию Proz, PID вытаскивать разные значения структ, таск структа. Ну, не один в один, как они есть, но некоторые штуки нам ядро позволяет вытащить. В том числе это список сегментов памяти, включая стэк, кучу, все взаимопленные вещи. Это все открытые файлы, там можно посмотреть. В общем, все, что есть в структ, таск структе, почти все, можно через эту штуку вытащить. Мы на занятии сегодня посмотрим только одну опцию, это maps, это сегмент виртуальной памяти, все, какими процесс владеет. Вот есть такая программа, которая, ну, у нее есть, понятное дело, куча, стэк, mmap, я здесь у нее насильно создаю, просто чтобы показать вам, как он будет выглядеть в этом списке. Я ее собираю, команды gcc, вот, и чтобы продемонстрировать, что proc, pid, maps, это реально работает, как обычный файл, то есть proc и pid это папочки, а maps это файл, с ними можно работать обычными open, read, write, хотя write, наверное, нельзя, я думаю, на write ошибку выйду, но read точно можно и open. Это выглядит, как обычный файл и работать с этим можно, как с обычным файлом. Это одна из прелестей всех файловых систем семейства Unix, что там все файл. Вот, я открываю этот файлик и просто его печатаю в цикле. Через бига принтую все, что там есть и запускаю. И получаю вот такой вывод. Это все список сегментов виртуальной памяти, какие только есть в моем процессе. Каждый, каждый из этих резинентов этого списка это представление вот этой структурки. которые выдернуты из структ, taskструкта. И здесь можно явно различить некоторые, фактически все секции можно здесь явно найти, которые мы смотрели. Осторожно, тут как бы адреса растут вниз, а у меня на примере они росли вверх. Вот. Поэтому здесь текст не внизу, а наверху и все перевернуто. вот текст по самому маленькому адресу. Дата, BSS, куча. Куча это анонимно. Ну, обратите внимание, что вот у этих секций у них вот здесь вот написано имя файлика. Это то, откуда эти секции загружены. Они в объектном файле были изначально, они просто оттуда мапом подгрузились. А хип это анонимная память. Она алоцируется, когда процесс стартует, и она не привязана ни к какому месту на диске. Поэтому она здесь просто подписана как хип квадратные скобочки и все, она не связана ни с каким файлом. Дальше идет мап, стек и переменное окружение. Следующие две секции это оптимизации для системных вызовов. Там такие особенные, мы их не будем смотреть. Они меняются постоянно. Там сейчас довольно свежие штуки. Это вообще не настоящий сегмент. Ну и можно посмотреть, как это ложится прям один в один на vm-area-структ, на vm-a. Вот здесь если файл есть, то он будет здесь написан. Если файла нет, то это будет vm-private-дата и все имена там написаны в этом списке. И здесь же можно увидеть, как в область, как в сегмент мап попадает память библиотек. Вот у нас есть программа, которую я написал. Она использует какие-то системные, она использует какие-то библиотечные функции, и поэтому, когда она запустилась, линкер в нее загрузил мапом библиотеку Lipsy. И вот она появилась. Что прикольно, когда загружается динамическая библиотека, она тоже имеет свои сегменты. То есть у нее тоже есть сегмент текст, дата, BSS и переменные окружения. То есть в мап загружаются такие мини-списки сегментов в каждой библиотеке, которую мы берем. И здесь можно увидеть все флажки, ну вот те самые четыре, которые я показывал, право на чтение, на запись, на исполнение, и является ли память шарит или private. И шарит здесь только одна. Это шарит память, которой я размапил исходник этой самой программы. Вот я здесь сделал мап. Мап можно сделать на любой файл. Я выбрал сделать мап на исходник самого себя, на C-шный. И вот он здесь появился. Единственный шарит сегмент. А все остальные private. Если сегмент private, это значит, что он copy он write. Когда в него будут пытаться писать, он скопируется. Если он вообще не writeable, то он на самом деле шарит. Я не знаю, почему он private пишет. Видимо, так в ведре почему-то было проще сделать. То, что явно шарит у него, здесь будет прям флажок S стоять. Вот. Я сделал этот мап, чтобы просто вам показать, что он становится шарит в этом списке. Но можно действительно убедиться, что он шарит, не просто между потоками, как обычная память. Этот мап, он будет шариться даже после форка, на него copy and write работать не будет, потому что у него здесь флажка этого нет. Поэтому, когда я сделаю форк, вот, я сделал две памяти, приватную память и шарит память, я там флажок map шарит указал. Никакой файл я под это не пихал, поэтому здесь файловый дескриптор никакой. То есть, это просто анонимная память, то же самое, что куча. И у меня получилось private и шарит память. Потом я делаю форк и меняю и private и шарит память. И private память сделает copy on write, а шарит не сделает. Когда я запущу эту программу, у меня родитель напечатает, что шарит память поменялась, ее ребенок смог поменять, не делая copy on write, а private память не поменялась, потому что copy on write сработал. Вот так шарит память работает. Можно ее использовать, например, чтобы реализовать какое-то взаимодействие более сложное, чем просто экзиты между потомком и родителем. Все эти штуки, что процесс делает форка, родитель. Родитель делает форка, потомок за него какую-то работу делает. Это кажется немного синтетическим примером, но на самом деле когда-то Unix вообще был однопоточный, поэтому когда-то это был единственный способ распределить работу, поэтому здесь много всяких интерфейсов, которые жизнь в межпроцессном взаимодействии упрощают. Следующая секция, ну и она же последняя, предпоследняя, которую мы посмотрим, это секция переменных окружений и аргументов командной строки. Здесь я просто распечатал все секции, включая их в том порядке, в котором они представлены. Я здесь объявил переменную на стейк, я сделал молок на куче, распечатал переменные окружения env, одну из них, распечатал аргумент командной строки, все, что только мог найти, распечатал, и вот получилось, что адреса действительно убывают. И в конце я распечатал все переменные окружения. Переменные окружения довольно удобная штука, это на самом деле можно к ним относиться как к обычным глобальным переменным, только они скрыты от вас за интерфейсом всего из четырех функций getEnf, setEnf, putEnf, unsetEnf, и которые имеют формат name равно value, это можно сказать именованные параметры, как в Python, например, там есть неименованные параметры, когда функции передаем есть именованные, и в всех получается тоже отдельный то и то. Кроме того, через переменные окружения можно передавать, когда мы один раз их объявляем, они в потомках потом передаются сами, то есть это такой список аргументов, который сам передается всем потомкам, даже если мы явно этого не указывали. И в том числе в переменных окружения лежит переменная path, в которой консоль, когда мы какую-то команду печатаем, ищет, где исполняемый файл найти. Например, если мы Python вводим, хотим его запустить, то исполняемый файл Python будет искаться в переменный path, если он локально не нашелся. Если переменную path окружения засетать в пустоту, то у вас ничего не будет работать, ни Python, ни башня, ничего, сломается. Сломается только в этом терминале, потому что когда мы меняем переменные окружения, это влияет только на процесс, который их поменял. Это не какие-то глобальные штуки, которые видны всем процессом, все могут их менять, это неразделяемая память. Они просто один раз копируются в процесс, когда он запускается, и все. И он потом может с ними делать что хочет. Их кстати тоже можно через Proc распечатывать. Такая штука эти переменные окружения. И последняя секция дебаг. Бывает так, что мы пишем программу, она большая, сложная, мы ее запускаем, она падает, нам хочется как-то отлаживать эту программу умнее, чем просто принтать после каждой строчки все переменные, это не очень удобно, особенно если проект большой. Для этого существуют дебаггеры в Linux, это GDB, в Mac это LLDB, на самом деле и той, и другое можно поставить и на Mac и на Linux, но встроенные у них такие, у Linux GDB, у Mac или LLDB, и MHO LLDB гораздо удобнее на Mac. Примерно они одно и то же делают, они позволяют остановить выполнение программы и выполнять ее по шажочкам, прям вот пассивным строчкам и смотреть, что происходит со всеми локальными переменами, какой стак вызовов, что происходит в каких потоках, но если не будет какой-то дополнительной информации о том, какой машинный код, а выполняемый файл это машинный код, если не будет информации о том, какой машинный код, какой строчке какого сишного файла соответствует, который мы исходники писали, это будет выглядеть как просто куча ассемблерных команд, и будет непонятно, что там происходит, кроме тех, кто умеет на ходу читать ассемблер, и для этого есть дебаг-секция, в нее, когда мы собираем какую-нибудь программу с опцией gcc-g, помещается все, что нужно машинным кодам, чтобы понять, к каким сишным строчкам они относятся, это имена файлов, вот их там можно различить в дебаг-лайн, это такие машинные инструкции, каким строчкам в этих файлах соответствуют, имена переменных, имена функций, они там не всегда явно сохраняются, там обычно сохраняется путь к файлу, а там уже оттуда все имена достаются, но это помогает в отладке, и не только в отладке, например, мы уже запустили какой-то проект, и он упал, и все, что у нас есть, это корка, где написано, что вот сегментейшн фолт, там 11 и все, и надо как-то повторить это, повторять это на проде, наверное, не очень будет удобно, поэтому обычно включают такую опцию, которая позволяет ядру внезапно погибшей процесса из-за сегментейшн фолта сохранить полную копию всей своей памяти файлик в CoreDump, там сохраняются все секции, которые мы сегодня смотрели, и этот CoreDump устроен так, что его можно загрузить в память, исполнять его будет нельзя, но можно будет смотреть, где мы остановились, на какой строчке, какие переменные чему равны, и посмотреть, что конкретно произошло. Сегодня мы еще вернемся к дебаггеру, посмотрим, как конкретно это можно сделать, как это выглядит в консольке, а пока перейдем к следующему ресурсу процессов, это, наверное, самый сложный ресурс в плане понимания, что с ним происходит, когда процесс форкается, с ним больше всего проблем обычно возникает, с памятью проблем, проблемы редко возникают, потому что ее вообще редко рассказывают, вот с файлами вечно какая-то беда. В TaskStruct, помимо всех прочих мемберов, есть еще таблица файловых дескрипторов, такая каноническая табличка, которая у всех теоретических учебников описывается, это одна из тех вещей, которая с теорией совпадает идеально, это буквально таблица, которая представлена обычным массивом, в котором лежат наши файловые дескрипторы, которые мы получаем, когда Open делаем. Каждый файловый дескриптор в ядре, это, понятное дело, не просто чиселка, с чиселком надо ассоциировать, на какой позиции в файле мы остановились, в каком режиме файл открыт, на чтение, на запись, надо ли добавлять всегда в конец файл или можно писать в произвольное место, кому принадлежит этот файл, кто там его создал, какой пользователь, кому он, каким права грантанул на этот файл. В юзерспейс все это описывается чиселком в ядре такой структурой структ файл. И чиселка, которую мы имеем в юзерспейсе, это на самом деле просто массив в таблице файловых, индекс в таблице файловых дескрипторов. Вот. Ну, дескриптор в ядре хоть и называется структ файл, но он не существует все время, что существует и файл. Структ файл, он появляется с вызовом open и умирает с последним вызовом close. Файл может существовать и без файлового дескриптора запросто, если никто сейчас его не открыл. И существует он благодаря структуре enode. Мы сегодня на ней подробно не будем останавливаться, просто знайте, что есть такая структура enode, которая описывает файл, директорию, что угодно в файловой системе, и структ файлы на нее ссылаются. На самом деле структ enode тоже в памяти не всегда представлен, но можно считать, что всегда там файловая система за нас это все делает. файловые дескрипторы. Есть три предопределенных штуки, которые заранее открыты в программе, как только мы ее стартуем. Это поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок. И поскольку файлы дескрипторы это чиселка, они равны конкретным чиселкам 0, 1, 2. Это стандартные числа, это везде так. И на Mac, и на Linux, и на FreeBSD, и везде. Не знаю насчет винды, но на Unix точно везде. И можно убедиться в том, что они на самом деле, на самом деле, можно в них писать обычными райтами, файловыми, низкоуровневыми, и это будет попадать к нам на консоль. Точно так же, как если мы будем это делать в printf. Вот я собрал такой пример короткий, команды gcc запустил. Я здесь одну запись делал функции write и другую запись функции printf. И они написали в одно и то же место. А write писал вот через эту константу. Это не я их здесь определил, это стандартные константы, макросы, которые вам доступны в коде сразу. А все остальные дескрипторы надо открывать через системный вызов open, который будет их в табличку добавлять, вам возвращать, мейнтейдить. И выглядеть, вот пример, который сейчас был, допустим, мы там open еще сделали на какой-нибудь файл, он будет выглядеть так. Есть две задачи, к примеру, они открыли один и тот же файл. И у них есть стандартный поток выводов в обоих. Остальные стандартные потоки я здесь не пишу, там у них все то же самое будет, что у stdauto, буду только про вывод рассказывать здесь. И они открыли один и тот же файл. У них создадутся разные структ-файлы. На каждый open создается свой собственный структ-файл, даже если это один и тот же файл на диске на самом деле. У каждого структ-файла свое смещение файлей, это позиция, свое количество ссылок, это count. Количество ссылок еще посмотрим, зачем нужно. И они смогут ссылаться на один физический файл, и так две задачи туда пишут. Но у стандартных потоков тоже есть структ-файл. И у него тоже есть свой структ-енод, который соответствует не обязательно файлу, а, например, консоль. Консоль, это практически как файл, у нее тоже можно писать, только это попадет не на диск, а к нам на экран. Поэтому можно считать это таким файликом. И кто может мне сказать, почему я здесь сделал два структ-файла с std-out? Почему они не ссылаются на один std-out или хотя бы на один структ-енод? Почему структ-енод разные? Это вроде бы и то, и другая консоль. Они могут писать в один структ-енод, но почему они могут писать в разные? Почему их здесь два? Говорят, не файл, это std-out, стандартный... Ну, ну, вроде бы близко. Ну, код здесь ни при чем, на самом деле. Ну, на самом деле, немножко забежали вперед, да. Можно так сказать, один из ответов, да, это можно перенаправить. У них тогда будут... Можно в разные файлы вывод перенаправить, и тогда у них будут файловые дескрипторы std-out, ноль у обоих, то есть один из std-out, это один. Но писать они будут в разные файлы вообще, а не в консоль. Два балла, потом подойдете в перерыв. На самом деле, я немножко другой хотел ответ услышать. Они могут писать просто в разные терминалы. Мы можем запустить два терминала, ведь в этих разных терминалах разные программы, и они будут писать в разные терминалы. Можно в одном терминале запустить две программы, они будут... Скорее всего, это будет полное не считаемое месиво, если они будут постоянно что-то строчить в один терминал, но они могут. ничто не может им помешать этого сделать. Фактически, да, терминал — это файл. Сначала, прежде чем переходить к тому, какие могут быть проблемы с struct файлами, как struct файл может использоваться и в нескольких файловых дескрипторах один и тот же, мы сначала посмотрим, какие могут быть проблемы, когда struct файлов несколько, struct и нот один. Самый простой случай. Вот мы имеем два процесса. Они оба делают open одного и того же файла и собираются в него что-то писать по нажатию кнопки. Они запускаются, ждут, что я нажму кнопку и пишут туда свой PID. Вот я их запустил. Сначала я отпустил один, он записал туда свой PID 46152, а потом я отпустил второй, он записал туда свой PID 46153. И что теперь будет в файле? Интуитивно кажется, что там должно появиться подряд два числа — 46152 и 46153, но на самом деле там будет только одно число — 46153. Все происходит из-за того, что они открыли один и тот же файл двумя разными open'ами, в разных процессах. У них два разных struct файл. Когда первый процесс пишет в этот файл, он в своем struct файле offset продвигает. Если бы он сделал еще один write, он писал бы дальше, но он завершился. Когда он что-то записал, это никак не повлияло на struct файл другого процесса. У него offset остался точно таким же — на начало файла ноль. И когда я отпустил второй процесс, он точно так же в начало файла записал свой PID и перетер старый. И получилось так, что результат вот такой. Только один процесс оставил там свои данные, затерев то, что записал первый. Это из-за того, что мы никак не синхронизировали то, что они должны дописывать в конец файла, а не переписывать друг друга. Это можно сделать автоматически, просто добавив флажок у append, когда мы делаем open. Тогда каждый write файл будет сначала продвигать курсор в конец файла, а потом дописывать автомарно. Это может помочь, например, если у нас есть файл логов, и туда пишет сразу много процессов, какие-то свои записи, события. Мы же не хотим, чтобы логи потерялись, поэтому мы делаем у append, и они туда добавляют записи. Они портят друг друга. Но есть еще один способ, казалось бы, верный. Почему? Зачем мне нужен у append, если я могу сдвинуть позицию курсора явно перед тем, как делать write? Есть такая функция lsic, она берет и двигает позицию в файле на нужный offset. Почему я не могу перед write делать всегда lsic? Потому что неизвестно, на какое смещение. Ну, допустим, я знаю, что каждый процесс пишет по 10 байт ровно и все. Почему? Организация должна быть. Почему? Ну, это же не два потока одного процесса, что там все организировать. Два процесса, один, ты знаешь, когда завершил какой списать? Ну, вот он еще не пишет, он сделал lsic, а потом отдельным вызовом сделал write. Второе то же самое. Может, из-за буфера тогда? Нет, буфер, причем. Write – это, например, не буферизованный вывод, он сразу же в файл все напишет. Буфера тут не будет даже. Это связано с темой предыдущей лекции. С тем, что мы там в конце подробнее всего рассматривали. Два процесса. Каждый делает сначала lsic, потом отдельно делает write следующим вызовом. Два кола получается. Сначала двигаемся в конец файла, следующим вызовом пишем туда. Ну, чего ж не поменяется? С чем не поменяется? Ну, вот у меня сработал первый процесс, он сделал lsic на конец файла, конец файла – ноль. И он сделал write, записал пит. Второй процесс взял, сделал lsic на конец файла. Конец файла уже не ноль, он длинул курсор в конец, сделал свой write, записал после первых данных свой пит. Вроде бы все в порядке. А они вызывают, ты их вызываешь? То есть, они же одновременно. Вызываешь одновременно? Да, я могу их вызвать. Ну, я их вызываю одновременно, да. Я расписал сейчас только один из сценариев, как они могут отработать. Уже очень горячего. Ну, это за то, что не больно, как только посуды эти настроения будут выигрывать? Да, то и будет. Ну, ладно, в общем, вам обоим два балла тогда. Суть в том, что может произойти такое. Первый процесс сделал lsic, потом он прервался шедулером, второй процесс тоже сделал lsic. Они запомнили один и тот же нулевой offset. Потом первый сделал write, и второй сделал write. На один и тот же offset получилось то же самое, lsic как будто и не делали. Для этого служит флажок у append, он делает атомарную, сдвиг в конец файла, и запись. Там такое произойти не может. Это был пример того, как можно разделять между процессами одну и тот же struct и ноду, один и тот же физический файл. Но на самом деле можно разделять еще и один и тот же struct файл, файловый дескриптор. То есть будет один и тот же и нод и struct файл. Это делается системными вызовами dup и dup2. dup он берет и в массив файловых дескрипторов вставляет еще одну ссылку на уже существующий файловый дескриптор. То есть есть два разных чиселка, ссылаются они в ядре на один и тот же struct файл, который на какой-то struct и нод ссылается. И у него количество ссылок двоечка становится. Зачем такое вообще может быть нужно? Выглядит как-то не очень полезно. На самом деле никакой супер низкоуровневой секретной сложности тут нет. Это все нужно для одной конкретной задачи, по большей части для одной. Может быть еще для каких-то это можно использовать, я не знаю. Для конвейера в терминале. Конвейер это вот такая черточка, как мы пишем, чтобы вывод первой команды перенаправить на вход другой команды. Это работает так, что мы вроде бы каждую из этих команд можем выполнить по отдельности, они даже что-то вернут. Но мы можем сделать так, что вот эта вторая команда будет думать, что ей на вход прямо с терминала подали то же, что вывела вот эта команда. Она даже не будет об этом знать. Это называется pipe. Есть даже такой системный вызов pipe. Здесь я взял, распечатал таблицу файловых дескрипторов PSAUX. Это огромная табличка на Mac. И в ней я, всю эту табличку, это просто кусок текста. Я подал ее на вход в команде grep с аргументом аудио. Найди мне строку, в которой есть аудио. И среди всего этого текста оно нашло мне эту строку. При помощи pipe я это сделал. Посмотрим. Доказательство того, что dup действительно делает еще одну ссылку на тот же самый struct файл. Вот есть такой пример. Я открываю файл. Тут же делаю dup. И получается, что fd и fd2 ссылаются на один и тот же struct файл. На один и тот же offset. Напоминаю. И пишут в него что-то. dprintf это просто функция печати файл в том же формате, что printf. Вот. И закрываю даже один из этих файловых дескрипторов. Потом что-то еще пишу. Закрываю последний. И все это даже как-то работает. И он печатает файл действительно 1, пробел 2. Хотя что-то там закрывал. Никакие offset не продвигал, у append не передавал. Все это происходит благодаря тому, что fd и fd2 это один и тот же struct файл. Когда я здесь делаю dprintf, у меня offset сдвигается и его видят и fd и fd2. Когда я закрываю fd2, у меня не закрывается struct файл. У него просто одна ссылочка здесь пропадает и все, остается count 1. И в fd все еще можно писать, что я и делаю. И там тоже offset продвигается и в общем получается такой вывод нормальный. Это был пример как внутри одного процесса делить struct файл. Выше уже только обычные чиселки файловой дескрипты. Больше делить уже нечего внутри одного процесса. Но у нас же есть форк. Кто может мне сказать, что будет происходить со всеми этими вещами, если я сделаю форк. Вот я открыл файл, сделал форк. Что будет с файловым дескриптором? Они разделяются. Разделяются. Копируются файлы дескриптором. То есть у них разные struct файл будут? Или у них разные struct и ноды будут или что? Должны быть разные struct, потому что иначе пойдет год. Оказывается, что 1 может модифицировать. То есть они одновременно могут начать модифицировать. Ну, на самом деле, если мы прочитали одну строчку и выставили две, а мы их потом портнули, то мы читаем из родителя вторую строчку и из ребенка вторую строчку. И они будут одинаковые. Как это связано с... Так. 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 Вот так вот думать. И это можно использовать... Это мы на шажок ближе к пайпу становимся, к пониманию того, как он работает. Это можно использовать следующим образом. Мы открываем файл, делаем dup, делаем fork. На fd и на fd2 вызовется dup еще раз. Можно так себе представить. Потомки можно fd закрыть, в fd2 что-то записать, fd2 тоже закрыть. И потом продолжить что-то писать в родители после того, как ребенок завершился после wait. Если бы у них были разные struct файл, тогда вот этот dprintf перезаписал бы вот этот dprintf, но он его не перезапишет. Он напечатает два разных пида. Это означает, что у них один и тот же struct файл, на который ссылаются все эти файловые дескрипторы. Их получается четыре штуки, после форка становятся. У нас вот эти два ссылаются на файл. После форка они дупаются, их становятся два в родители, два в ребенке. Целых четыре штуки. Мы их все позакрывали, что-то попринтали, все равно это был один struct файл. И все сработало. Такая интересная штука получается, неожиданная. Ну и вот так это будет выглядеть после дупа. У них просто аккаунт будет. У struct файла будет две ссылки и пользоваться им будет две разных задачи. Получается, что когда мы сделали форк, у процессов остался какой-то общий ресурс, через который они могут… можно придумать, как они будут взаимодействовать. И эту задачу нам очень сильно упрощает системный вызов pipe. Он принимает массив из двух файловых дескрипторов и записывает туда два файловых дескриптора – нулевой и первый. Константы здесь точно такие же, как в стандартных. То есть в единичку можно писать, и это будет улетать в какой-то struct файл. Из нуля можно читать, и это будет читаться из какого-то struct файла. Пайп работает так, что то, что мы пишем сюда, можно потом прочитать отсюда. Получается такая петля, и в ней на самом деле нет никакого смысла, если это делать внутри одного процесса. Какой смысл гонять это все через ядро, через два каких-то struct файла, если можно просто в памяти процесса все перегонять. Вот зачем это может быть нужно. Я создаю два пайпа. Пайп – это однонаправленный канал, то есть я могу писать только вот так, я не могу вот так сделать. В этом примере я создаю два пайпа. Один я буду использовать для того, чтобы потомок что-то писал родителю, и еще один, чтобы родитель что-то писал потомку. Вот у меня получилось четыре файловых дескриптора. Два в этом массиве и два в этом массиве. В два из них можно писать, из двух из них можно читать. Я делаю форк, и в ребенке я закрываю ненужные файловые дескрипторы. То есть fd to parent 0 – это оттуда можно читать то, что приходит родителю. Зачем мне читать то, что приходит родителю, если я не родитель? Я это закрываю. Из fd to child 1 – это то, что можно писать, чтобы это получил потомок. Я и сам есть потомок. Зачем мне что-то самому себе посылать, я это тоже закрываю. У меня остается только два файловых дескриптора. fd to parent 1, в который я могу писать, чтобы это получил родитель. И fd to child 0, из которого я могу читать, когда мне что-то пишет родитель. Родитель делает все то же самое, только зеркально. И получается такой вывод. Когда ребенок стартует, он делает read, блокируется на этом вызове, пока что-то не появится в канале. Родитель делает write, эта штука прилетает сюда, ребенок ее читает и печатает. Напечатал вон hello 1, и ответный hello послал родителю этим вызовом. И завершился, и родитель это здесь прочитал. То есть он писал в fd to parent 1, а родитель это прочитал в fd to parent 0. Сейчас будет понятнее, что происходит. Ну все, что я проговорил, в общем-то. Вот так выглядит эта штука после того, как мы сделали два пайпа и форк. Это огромная куча файловых дескрипторов. Их сначала было четыре штуки, когда мы два пайпа сделали. После форка на все сделалось дуб, их стало восемь. Нам нужно придумать, какие файловые дескрипторы можно закрыть, чтобы получился путь из parent of child и из child of parent. Нам нужно два пути оставить. И мы закрыли fd to parent 0 и fd to child 1 в child. Получили такую штуку. И теперь в parent закрыли ненужные, получили такую штуку. И получилось, что parent может писать в child, если он напишет сюда, это прилетит сюда, 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 сюда. И то же самое в child. Он пишет туда, и это в итоге долетает до родителя. И получился такой кольцевой канал, которым можно пользоваться. И именно через эту штуку работают все пайпы, когда мы в консоли это пишем. Эту вертикальную черту. Вот. Есть такой пример. Пример функции dup2. Это все мы сейчас смотрели pipe и dup. А есть функция dup2. Она отличается от функции dup тем, что в ней можно выбирать, какой номер будет у нового файлового дескриптора, который мы скопируем. Она принимает, какой файловый дескриптор копировать и в какой. Если в целевом файловом дескрипторе уже что-то открыто, оно это закрывает. И здесь я сделал следующую штуку. Я открыл pipe и потом сделал так, что конец этого pipe, который отвечает за чтение, заменил собой stdin. То есть, если я буду читать теперь из stdin, я на самом деле буду читать из pipe. Вот эта штука, она подменила стандартный поток ввода. Потом я делаю fork. А на fork там сохраняются все файловые дескрипторы. То есть, в ребенке тоже мы читать будем на самом деле из pipe. Хотя файловый дескриптор тоже будет 0. Вот я здесь закрываю ненужный файловый дескриптор pipe, который отвечает за запись. У меня ребенок ничего не будет писать. Он будет только читать с родителя. А читать он будет обычным сканефом. Но он читает не с консоли, он читает сканефом то, что ему здесь родитель запишет. То есть, этот fd touch alt 1 он введет теперь в дескриптор 0. И когда ребенок делает сканеф, он думает, что он читает с консоли, а на самом деле он читает то, что ему передал другой процесс. Я тоже фактически... Мы прям очень близко к пайпу получаемся. Пайп так и работает. Вывод одного процесса передает другому так, что тот даже не замечает. Как будто бы с консоли читает. Вот он это прочитал. Там сотку, которую ему послал родитель. Родитель завершился. Все завершились. Такая штукенция получилась. И последний шаг, который приводит нас к тому, как работает в точности пайп в терминале. Он вместо того, чтобы выполнять какой-то код, дублирующийся с родителем, он делает просто экзек. Это та самая комбинация fork плюс экзек. Когда не происходит никаких записей, ни в какую память родителя, просто сразу экзек, вся память подменяется на новую программу и все. Здесь я сделал так, что у меня ребенок запускает интерактивную консоль Python 3 и читает из стандартного потока вывода, который на самом деле связан с пайпом. Да, с пайпом. И у меня родитель может писать в этот пайп, а на самом деле это будет в Python прилетать. В его ребенка. И вот так получается. Я запустил программу. У меня потомок запустил Python, напечатал приветственное сообщение Python. Потом стал ожидать ввода и ввод произошел через пайп прямо на стандартный поток ввода этого самого Python. Ну и там просто функция сложения 100 плюс 200 и все. Вот 300 напечаталось. Так и происходит работа пайпа. Он запускает ребенка с подмененными потоками ввода, иногда и вывода. И все работает так, как будто бы нет никакого пайпа. Python 3 он не знает, что он в пайпе запущен. Ну и здесь я использовал функцию exec.lp, просто потому что она работает максимально близко к тому, как работает у нас терминал. В ней есть P. Это означает, что она будет искать исполняемый файл в тех папках, которые есть в переменной окружении .pav. И все остальные. Там есть приставка E. Можно увидеть, она отвечает за возможность передавать переменное окружение .v. Позволяет передать, ну там можно передать через многоточек, через квадратные скобки. Короче, разные функции, эти exec есть. Их проще не запоминать, а просто каждый раз читать в мане, когда нужно использовать. Запоминать это бесполезно. Вот эту я использую. Получается, что fork копирует struct, task struct, список сегментов памяти для copy and write. Идентификаторы пользователей он копирует. Мы этого не коснулись, но есть какие-то тривиальные вещи, которые он копирует. Это сигнальные обработчики и маски. Сигналы будем на отдельной лекции смотреть. Ограничение на ресурсы. У процесса можно ограничить, сколько он максимум файлов может открыть, сколько он может памяти потреблять. Имя рабочей директории. Если я сделал fork, там у меня рабочая директория будет та же самая, что у родителя. Но fork некоторые вещи не копирует. Например, он не копирует разделяемую память, он не копирует локи файлов. Очередь сигналов уже поступивших. Если пока делался fork, к процессу родителю пришли сигналы какие-то, аппаратные или программные, неважно. Они не унаследуются потомкам. Их только родитель будет обрабатывать после того, как fork завершится. И потоки. Если у нас в процессе много потоков и мы делаем fork, то копируется только главный поток. Поэтому forkать многопоточную программу, в которой все потоки уже запущены. Это гиблое дело. Там будет undefined behavior и все будет очень плохо. Forkаться надо до того, как 3D стартанули. И последнее, что мы сегодня посмотрим из ресурсов процесса. Процессы — это EPC, Interprocess Communication. Я здесь не включаю pipe, а только вещи стандартные. Это FIFO. Его еще называют именованным pipe. Разделяемая память — это то же самое, что mmap, только она может жить дольше, чем родитель. Толь, чем тот, кто ее создал. Семафоры, очередь сообщений. Всех их, отличая от того, что мы можем сделать через обычную разделяемую память или через pipe, то, что эти вещи могут жить дольше, чем процессы, которые их создали. Процесс может создать FIFO, умереть, а FIFO останется весенним. То же самое со всеми остальными семафорами, разделяемой памятью. И процесс в таких EPC структурах самой EPC структурой не владеет. Он владеет только тем, что он в эту EPC внес. Например, если это семафор, то процесс владеет только локом этого семафора, но не самим семафором. Когда процесс завершится, он лок освободит, но семафор останется жить. Или разделяемая память. Если процесс умирает, разделяемая память остается, но она очищается. Или очередь сообщений тоже очищается, когда у нее пользователей не остается. Но сами эти EPC структуры продолжают жить. И поэтому они гораздо проще, чем файлы, потому что они гораздо проще отнаследовать ссылочку на именованный pipe, чем разбираться с файловыми дескрипторами. Подробнее посмотрим на отдельной лекции. Мы закончили говорить про ресурсы процесса, про память и про inter-process communication объекты. И теперь посмотрим, как процесс может прерываться. Чем он может прерываться? В прошлый раз мы рассматривали, как процесс может прерываться шедулером, когда, например, он исчерпал промежуток времени, который ему выдали на то, чтобы выполняться без прерываний. Или если появился более приоритетный процесс, тогда его тоже шедулер снимает с процессора и ставит другую задачу. И еще один способ прерывать процесс — это исключение. Это не исключение, о котором мы в плюсах привыкли, которые throw, exception. Это исключение имеет в виду аппаратный вид того, что произошло деление на ноль или доступ в чужую память, или в несуществующую память какую-то невалидную. Тогда процессор выкидывает исключение и ядро решает, что с ним дальше делать. И еще один тип прерывания — это когда процессу послали сигнал. Это не обязательно сигнал аппаратный. Может быть, ему мог послать сигнал другой процесс. Посмотрим исключения. Исключения бывают три самых главных. Это арифметические какие-то исключения. Неизвестный адрес и защищенный адрес. Если это защищенный адрес, это как раз случай copy-on-write. Адрес защищенный, в него писать нельзя. Процессор это видит, сообщает ядру через прерывание, и дальше обработка идет уже программно, а не аппаратно. Это медленнее, но зато не нужно копировать все сразу, когда fork делается. И на это исключение там есть ассемблерный код, который вызывает сигшную функцию, которая берет и просто копирует страницу. И процесс об этом даже не узнает. Это все происходит между процессором и ядром, а наш код об этом даже не подозревает, что его только что хотели прервать, что его прервали и только что хотели кикнуть, но все прошло нормально. И может быть такое, что адрес вообще невалидный, это может быть не адрес какой-нибудь, какой-нибудь адрес 0 там. или чужой адрес, который писать нельзя и copy and write там не сработает. Это тогда ядро убивает процесс, оно делает это специальным сигналом segv, который мы видим как segmentation fold, когда что-то падает. Его нельзя игнорировать. Если такой сигнал процесс получил, то он умирает в любом случае. Перед этим он может там свою память успеть сдампить, что-нибудь напечатать, но он уже в любом случае не желез. Посмотрим. Пример segmentation fold. Я просто взял буфер и вылез за его границу очень далеко. Если вылез за границу не очень далеко, может получиться так, что не упадет. Память там все-таки не ровно, вот 100 байтов выделяется, кратно как минимум 4 на стеке. Поэтому если я буду писать в буфер 10000, а у меня буфер 100 размером, то там гарантированно уже будет чужая память, и вот у меня упал процесс. У меня напечаталось segmentation fold. Бывают программы, что она сложнее, чем эта, и нам хочется понять, где произошел segmentation fold, что там, какие переменные чему были равны, какие события этому предшествовали, и, может быть, логов не будет недостаточно. И как раз здесь мы возвращаемся к отладчику, ldb, gdb. Чтобы его использовать, мы собираем исходник с опцией gcc-g, как на слайде. Тогда у нас собираются секции, которые отвечают за отладочную информацию именно функций, файлов, переменных, номера строк. И мы можем... А, и команду limit. Команду limit я разрешил ядру собирать дампы памяти умерших процессов, умерших с ошибкой segmentation fold. На маке такая команда, она вроде на линуксе тоже должна сработать, но я не уверен. Вроде на линуксе оно и так должно работать. Упал процесс, и куда-то сохранился этот дамп. На маке он сохраняется в папку, в корневую папку core, и там лежат файлики, каждый из которых это дамп какого-нибудь умершего процесса. В линуксе, по-моему, сохраняются там же, где процесс работал, в рабочей директории. Но это не точно, это проще загуглить, запоминать это особо смысла нет. Не особо ценной информации. Я буду дальше на LLDB показывать, потому что он просто выглядит проще. Я указываю LLDB, что мне нужно не запустить процесс, а мне нужно поднять память, дамп памяти такого-то процесса. На маке это выглядит как core.epid упавшего процесса. И вот он у меня загружает, и я сразу же могу посмотреть, какой был стек функции, когда у меня упало все. Это был старт, ну, первый фрейм это всегда старт, это то, что до main, и еще что наш main запускает. И дальше моя функция main, вот она и упала. И там прямо написан номер строчки 8. Вот здесь. И я дальше могу распечатывать всякие штуки, которые мне в этом фрейме доступны, вот на этой строчке, а мне здесь доступна переменная A, переменная B, все содержимое массива буфер, и мне указывает стрелочка на номер строки, где произошел segmentation fold. Это не работающая программа, я не могу здесь итерироваться, по шажочкам до return надойти, но я могу смотреть, что здесь произошло, я могу подниматься выше по стеку, смотреть, что в функциях выше. В отладчиках обычно можно между трэдами переключаться, смотреть, в каком трэде что произошло, когда все упало. Вот такая удобная штука. Это гораздо удобнее, чем принтать. Но иногда принтать приходится. Например, в вашей домашке Switch Context, там вроде бы LLDB и GDB не знают, что делать, когда они встречают Switch Context. Там, наверное, придется принтать. Но в целом полезная штука, может в будущих домашках вам пригодится. Сначала сложно научиться GDB или LLDB, но потом привыкаешь и становится очень удобно. Таким образом процесс пользуется ядром. Системные вызовы, которые мы вот сегодня обсуждали, на прошлом занятии обсуждали все эти open, the pipe, close, write, read, системный вызов, map, все это системные вызовы. И это же не может быть просто обычной функцией, а она должна. Системный вызов должен как-то передать параметры из одного процесса в другой процесс, из процесса пользователя в процесс ядра. И он при этом не использует ни APC, ну никакую разделяемую память он не использует, ни очереди сообщений, ни семафоры, ничего. Он работает почти как обычный вызов функции в одном процессе. И есть множество стандартов, которые описывают системные вызовы в перемешку с функциями стандартных библиотек. Это POSIX и Single Unix Specification. Почти все, что мы рассматриваем, оно включено либо в то, либо в другое, либо и туда, и туда. Даже Windows POSIX в некоторых библиотеках соответствует. Например, P-трэды в винде тоже есть. Причем уже давно они в этой новой винде, которая там BASH умеет. Вот. В этих стандартах не описывается, какая функция является сисколом, а какая нет. Сискол — это... Является ли функция сисколом? Это обычно свойство аппаратуры и свойство конкретной версии ядра. Потому что сискол — это фактически обращение к аппаратуре, к ядру через аппаратуру. И поэтому это очень сильно зависит от аппаратуры. Стандарты описывают только интерфейс, и что этот интерфейс должен делать. Реализация уже может быть сисколом, может быть и нет. Например, даже может быть несколькими сисколами. Реализация одной функции. К примеру, мы сегодня вот Pipe смотрели, как направлять вывод из родителя в потомка. На самом деле есть функция, которая все это делает уже за нас. Она называется popen. Она принимает в строковом виде команду, которую надо выполнить. Делает fork, делает exec за нас. И возвращает нам высокоуровневый файловый дескриптор, файл звездочка, такая штука есть. То же самое, что обычный файловый дескриптор, числовой, только там можно пользоваться всякими функциями типа printf. Так вот, она за нас все это делает. Там несколько сисколов. Она делает за нас fork, она делает за нас exec, за нас pipe. Там целых три сисколы. Такие библиотечные функции бывают. В ядре системные вызовы реализованы точно так же, как и в юзерспейсе, не как обычные функции. Сисколы — это такая гигантская таблица в ядре, в которой перечислены все сисколы, какие только в системе есть. Здесь только кусочек небольшой, на самом деле там до 500 доходит. Здесь можно увидеть знакомые вам getPit, dup, сигналы. Мы с вами еще потом с ними познакомимся. SigAction, getMask. Все системные вызовы, они так или иначе здесь представлены. И в этой табличке могут быть дыры, которые заполняются сис, не сискол. Прямо так и считается, не сискол. Дело в том, что когда в ядре создается системный вызов, он вызывается не по имени функции, а по идентификатору системного вызова. Это обычное число. Потом посмотрим, почему по имени нельзя. Даже в стандартной библиотеке, когда мы пишем openwrite, они не по имени на самом деле вызывают. Номер системного вызова – это индекс в этом гигантском массиве системных вызовов. И дело в том, что эти номера фиксированы чуть ли не в стандарте. В стандарте их нет, но мы хотим обеспечить обратную совместимость. Есть программы, которые написаны для старых систем. И в новых системах каких-то системных вызовов может не быть. Мы не можем взять и выкинуть какой-то системный вызов из таблицы и запихать туда другой системный вызов. У него идентификатор останется тот же. Когда код пользователя старый, уже скомпилированный, будет по тому же идентификатору системного вызова делать какой-то колл, он попадет на чужой системный вызов неожиданный и все упадет. Поэтому, когда системный вызов деприкейтит, удаляют из ядра, то вместо него вставляют такой placeholder, который просто всегда ошибку возвращает и все. Sys не syscall. Он ничего не делает, только занимает место в таблице, но вот такие вещи приходится делать, чтобы совместимость сохранить. Лучше пусть ошибка вывалится, чем вызовется какой-то левый syscall, который мы не ожидали получить. Вот на месте этих nysyscall раньше был uLimit, uName, а сейчас их даже в money уже не найти на макете, во всяком случае точно. И вот мы видим, например, dup2, и он реализован в ядре так. Он, помимо того, что представлен в этой табличке, он еще и объявлен в хедере, конкретном для каждой архитектуры. У него есть свой хедер, в котором перечислены syscall, и вот в одном из хедеров он объявлен так. Выглядит как обычная функция, только у него есть такой префикс asm-linkage. Это означает, что параметры, которые он будет получать, он должен брать с регистров, он, короче, может брать их с регистров. Такая же sysc-ная штука, которая подсказывает, как эту функцию вызывать. Ну и в другом файле в syscall она просто реализована через копирование структ-файл, через создание ссылки на структ-файл. Все, что мы сегодня смотрели. Каким образом это... А, и вопрос появляется. Какие есть идеи, как процесс говорит ядру, что надо вызвать определенный системный вызов? Мы знаем идентификатор системного вызова, знаем, какие у него аргументы, но мы не можем использовать неразделяемую память, ни очереди сообщений, ничего. Ну да, через перерывание, в общем-то довольно очевидный ответ. Через перерывание аргументы передаются через регистры, но через регистры иногда аргументы и обычные функции тоже передаются. Но самое главное здесь то, что именно перерывание, если мы вызываем какую-то функцию в процессе, как нам сказать ядру, что нас надо прервать, и выполнить какой-то код в контексте ядра. Ядро же, оно не следит за тем, какие машинные инструкции мы выполняем. Это все делается аппаратно, и нам нужно, чтобы процесс как-то смог через аппаратуру сказать ядру, мол, я хочу выполнить какой-то код в контексте ядра. И это делается через специальные перерывания, которые прям вот аппаратно и программно инициируются, когда компилируется системный вызов. Когда процессор встречает это прервание, он вызывает определенную функцию в ядре, которая достает с регистров номер системного вызова, с регистра EAX. И если у системного вызова меньше пяти аргументов, то он достает их с остальных регистров EBX, CX, DX, SI, DI. Регистры общего назначения с них он достает, если аргументов меньше пяти. А если аргументов больше пяти, то регистров у нас как бы не бесконечное количество, а сиськолы некоторые могут реально много аргументов принимать, и тогда на первый регистр передается указатель на стэк, где лежат эти аргументы. Ведь когда функцию вызываем, мы кладем на стэк аргументы, поэтому они там есть. Просто с регистров доставать быстрее, поэтому стараются класть на регистры. Если на регистрах не помещается, тогда на регистры кладется указатель на стэк, а ядро... У него же есть структ, task-структ, а там есть указатель на стэк прямой, он просто может оттуда достать. Это будет чуть-чуть медленнее, но хоть что-то. Вот. Ну и, собственно, это все. Сисколы так и работают. Тут ничего космического нет. Это просто вызов функции через специальное перерывание на процессоре. Такая инструкция есть в табличке инструкции семейства x86, например. И когда ядро запускается, он регистрирует свой обработчик этого перерывания, достает номер системного вызова, лукапит конкретную функцию по табличке и просто ее вызывает. Ну а результат, он просто кладется на стэк точно так же, как у обычной функции. Когда мы ретурн делаем, все на стэк попадает. И поскольку у ядра есть доступ к стэку, он может что угодно туда класть. На этом мы с вами заканчиваем рассмотрение процессов. В следующий раз будет еще интереснее память. Вплоть до физической. Посмотрим, как там страницы организованы кэши. Про кэши любят вопросы на собесах. Посмотрим, как реализованы МАЛОК и МАП. Как ядро их обрабатывает. Как им удается аллоцировать больше памяти, чем есть в системе. Вплоть до физической. МАЛОК. Как же, как реализованы аэропоратурные хроники. Как если, как же, понимаете нам подобный тсэк Какpe-то блины! Кажется, на фейс. Какое-то делаем, такс. Такс.